привет друзья вы смотрите канал другая испания с еленой вивас и я продолжаю вас знакомить со страной басков сегодня мы находимся в баской глубинке в долине урола и непосредственно сейчас я нахожусь в городке аспейте как говорят сами баски чтобы понять баскую культуру чтобы понять дух страны басков нужно посетить именно эти места и именно это место где этот городок где сегодня нахожусь это городок аспейте кстати очень интересно что аспейте переводе на русский язык переводится как нижняя деревня и абсолютно рядом есть верхняя деревня это аской те да и получается практически как в рекламе фэри вела риба вела баджо вот сейчас мы находимся вела баджо а теперь от шуток более серьезно и так аспейте а в предыдущем видео мы уже посещали воспеть и музей железной дороги посмотрите у меня на канале а сегодня я вам хочу рассказать об одном из самых известных уроженцев страны басков это святом игнасио или более известно как игнасио лайола и сейчас мы находимся возле сантуарио который посвящен этому святому игнасио лайола является основателем знаменитого ордена и иезуитов и здесь воспетье находится дом в которым он родился и вот вокруг этого дома и был построен этот великолепный архитектурный монумент святилище игнасио лайола как говорят баски это наш местный баски и ватикан возведено это здание было в 17 веке из местного песчаника и известняка а также мрамора привезенного из италии святилище игнасио лайола находится в окружении красивых зеленых пейзажев страны басков еще раз повторюсь это долина реки урола и непосредственно само святилище она находится под горой святилище лайола она была построена вокруг дома в котором родился будущий святой вот как раз за этим левым крылом и находится это здание куда мы сейчас с вами и пройдем центральная часть сооружения это непосредственно церковь святилище посвященная игнасио лайола и здесь в правом крыле находится библиотека в которой собрана уникальная коллекция более 120 тысяч экземпляров старинных книг но она открыта только для членов ордена иезуитов к храму ведет такая вот величественная двухмаршевая лестница и эту лестницу украшает такие скульптуры львов с двух сторон трудно найти в этом городке ребенка уже взрослого который был ребенком и не взбирался бы на этих львов чтобы сделать фотографию я не буду это повторять двери в храм сделаны из ливанского кедра и красного дерева и по бокам украшены колоннами из итальянского мрамора и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Для ведения служб Поэтому здесь был сооружен еще такого рода алтарь За которым непосредственно происходят все мессы А эти двери нас ведут в дом, в котором родился Игнасио Лойола И как этот дом здесь называют Санта-Касса, святой дом Дом, в котором родился Игнасио Лойола Это дом-башня Типичное сооружение для горной части страны Басков Периода Средневековья Единственное, что нетипичным для страны Басков здесь является Это декоративные элементы в стиле Мудехар Дело в том, что один из предков Игнасио Лойола Долгий период времени прожил на территории Андалусии Откуда и привез любовь к этому стилю У входа в дом, в котором родился Игнасио Лойола Находится памятник, который отображает один из самых значимых этапов его жизни Это тот период, который разделил его жизнь на до и после В своей юности Игнасио Лойола был достаточно светским парнем Который заботился о красоте своих ногтей Менял девушек чуть ли не каждый день И вот, чтобы как-то его приструнить В 20 лет его отправили служить в армию И в результате этого он и принимал участие в обороне Памплоне Где его ранили, ядро прошло между ног Видите, здесь мы видим на этой статуе забинтованные ноги И вот его раненого французы привозят домой Чтобы как-то скоротать время Во время своей болезни между операциями Игнасио Лойола попросил свою сестру принести ему почитать рыцарские романы Но рыцарских романов в доме не оказалось И все, что он читал с утра до ночи Это было житие святых, житие Иисуса Христа Что и изменило его взгляд на жизнь Но об этом мы много разговариваем на моих экскурсиях Кто приезжает в мои туры Или просто берет экскурсию по Бельбау Экскурсию вот сюда, в глубинку страны Басков Воспетью Об этом мы много общаемся Если вам интересна эта тема, то приезжайте Поговорим Посещение дома, в котором родился Игнасио Лойола Это не только знакомство с местом, в котором родился святой Но это также возможность узнать Как были устроены дома башни Типичные дома башни горной части страны Басков Которые жила Баская знать Вот посмотрите Первый этаж Это всегда, так можно выразиться Технический этаж Куда загоняли лошадей, телеги Где жила различная жирность В данном случае Мы также здесь видим обойницы Через которые приходилось обороняться И далее с первого этажа Деревянная лестница Ведет на жилые этажи Поднявшись по ступенькам На первый жилой этаж Мы здесь сразу попадаем В кухню Здесь находится очаг В котором все готовили Такая кладовочка В которой хранились продукты Возможно посуда Такая достаточно большая Кухонная зона Мечта любой современной хозяйки Особенно испанской И далее мы попадаем В столовую зону Правда сейчас здесь Находится макет Макет памплона Образца 1521 года Когда и состоялась битва По обороне памплона Когда французы хотели Испанской короны Отчекрыжить себе навару И вот в обороне памплона И принимал участие Матери Игнасию Лойола Где он и получил свое ранение Тяжелое ранение В результате которого Был отправлен домой На лечение Поднявшись по деревянным ступенькам На второй этаж Мы попадаем В самую главную Наверное комнату Этого здания Это место Где стояла кровать Матери Игнасию Лойола Где и родился Будущий основатель Ордена иезуитов Будущий святой При рождении Ему было дано Имя Иньига Очень популярная В стране Баска Здесь мы можем увидеть Рукописи Когда Игнасия Лойола Писал свои знаменитые Духовные практики Семеная часовня Еще одна столовая зона И здесь уже парадная зона Для приема гостей Для проведения Званых вечеров Ужина Старинные лобелены А так раньше топили дома Разжигали здесь уголь И водили хороводы Половина Испании до сих пор Водит подобные хороводы И не имеет центрального отопления И не имеет центрального отопления Так, идемте дальше И вот мы поднялись на третий этаж Где ранее располагались детские комнаты На втором этаже На втором этаже жили взрослые И на третьем этаже были детские Туда проход сейчас закрыт Непосредственно в эти комнаты Но здесь через стекло Кстати, мы можем увидеть помещение Где проходят Иезуитские духовные практики Иногда, когда приезжаем с туристами Здесь идут службы Вплотную к дому В котором родился Игнасио Лайола Пристроен святой музей Идемте прогуляемся И по нему Королевская лестница Является одним из главных Декоративных элементов музея Увы, музей сегодня Оказался закрытым Еще не все у нас вышло Из режима карантина Но у вас тогда, значит, будет причина Кому эта тема интересна Приехать и увидеть все вживую Со святилищем есть здание В котором приезжают верующие иезуиты Мы видим, монашка как раз идет И в этом здании можно остановиться И попрактиковать духовные практики Которые и так присущи Для почитателей Ордена Иезуитов В непосредственной близости От святилища Игнасио Лайола Находится еще очень Один интересный объект Это дом, в котором родился Блаженный Франциско Гарроте Которого канонизировал Святые Папа Иоанн II Но так жили в прошлые века Сегодня здесь вот мы можем Прям абсолютно рядом Посмотреть, как живут сегодня В глубинке страны Басков Такой красивый особняк современный Пока хозяин красит забор И открыл свои ворота Заглянил в него Это сейчас я на тот же особняк Смотрю с другой стороны Видите, здесь во дворе Молодые плантации Киви Киви в стране Басков Выращивают много В промышленных масштабах Перерабатывают на джемы Производят джемы Тоже в промышленных масштабах из него Вокруг святилища Игнасио Лайола Основателя ордена иезуитов А за последние 300 лет Возникло несколько монастырей Этот монастырь больше всего Привлекает внимание своей архитектурой И принадлежит он ордену картезианцев В данном случае это орден дам картезианцев То есть это женский монастырь Рядом еще один монастырь И чуть далее еще парочку монастырей Которых мы чуть попозже пройдем Такие вот длинные ступени Ведут к этому женскому монастырю И с двух сторон Это все заросли плетущихся белых роз К сожалению, они отцвели Ну вот я вам тут одну розочку нашла Чтоб немного представить В какой красоте это все Пребывало месяц назад Очень красивое здание Но, как я уже говорила Это достаточно закрытый орден Главный его девиз Уединиться, забыться и соединиться с Христом Рядом с монастырем Находится настоящая жемчужина Баской романской архитектуры Часовня Девы Марии Олац 13 века Потрясающее место Выбрали монашенки На самом деле монастырь Находится в полном уединении Хотя и близко с людьми Это тоже, кстати, один из девизов этого ордена Подальше от всех Но рядом со всеми Тишина Птички поют Церковь, к сожалению, закрыта До новых известий Но можно ее посмотреть снаружи Это типа аптекарского дворика Рядом с церковью Этот монастырь Иисуса и Девы Марии Является не каким-то закрытым Принадлежащим особому ордену В такие монастыри могут приехать все желающие Чтобы провести свои духовные практики И в одном из таких монастырей Я разговаривала с настоятелями В принципе, это достаточно недорогое Экономное мероприятие Снять келью с трехразовым питанием С вином Естественно, без этого никак В монастыре Стоит в районе 40 евро Буквально в 500 метрах От святилища Игнасио Лайола Находится это великолепное здание Монастырское здание Выполненное в готическом стиле С элементами басской горной архитектуры Вот посмотрите Характерные башни Для местного стиля И сейчас в этом монастыре Находится обычная городская Общеобразовательная школа Такое часто бывает в Испании А теперь давайте просто прогуляемся По улочкам самого города Аспетия Один из старейших домов города Аспетия Дом-башня Эмпаран Построенный в 1320 году И изначальное предназначение у него было Контролировать одну из переправ реки Урола Сегодня в этом здании находится городская библиотека А еще до 1960 года Это был обычный жилой дом Раз в неделю с окрестных хуторов В центр Аспетии съезжаются фермеры И здесь проходит фермерская ярмарка Часть из них располагаются Вот здесь на улице под открытым небом А часть в этом вот современном Красивом здании Ярмарка Это не только купи-продай Но и также люди приезжают в этот день сюда Чтобы пообщаться Встретиться с друзьями И так далее То есть такой вот день общения Нагулявшись по Аспетии Самое время заглянуть в ресторанчик Который расположен в традиционном баском доме Косырио Согласно местным легендам На месте этой церкви В период Средневековья Находился орден темплиеров А затем на его месте Была возведена эта церковь В котором в последующем Крестили будущего святого Игнасию Игнасию Лайола Рядом со стенами храма святого Себастьяна В котором крестили Игнасию Лайола Находится вот такое уникальное сооружение Построенное в середине 19 века И это так называемая Городская постирочная Где собирались женщины города Для того, чтобы и белье постирать И косточки всем соседушкам перемыть Видите, такой был водный резервуар Сейчас он немножко в запущенном виде Вода в нем зеленая Раньше, естественно, все это чистилось Краники, из которых набиралась ванной вода Такой вот слив у ванны В принципе, как и у современных ванн И рядом доска стиральная Вот такое интересное сооружение Вот и закончилась наша прогулка по этому милому провинциальному городку Страну Басков На моем канале, еще раз напоминаю, есть еще одно видео из этого городка Которое посвящено музею железной дороги страны Басков Который имеет самую большую коллекцию Из всех музеев железных дорог мира Посмотрите, рекомендую И жду в ваших комментариях Какие еще уголки страны Басков Вы хотели бы посетить вместе со мной Не забывайте поставить свой лайк Вон там вот внизу Подписаться на мой канал И до новых встреч Всем хорошего дня